Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, 26 февраля, Православная Церковь совершает память преподобного Мартиниана. Преподобный Мартиниан жил в V веке и с 18 лет поселился в пустыне близ города Кесарии Палестинской, где пробыл в подвигах и безмолвии 25 лет, удостоившись благодатного дара исцеления болезней. Однако враг не оставлял отшельника, наводя на него различные искушения. Однажды женщина-блудница поспорила с развратными людьми, что соблазнит святого Мартиниана, слава о добродетельной жизни которого распространилась по городу. Она пришла к нему в ночной час под видом страницы, прося ночлега. Святой впустил ее, так как погода была ненастная. Но вот лукавая гостья переоделась в дорогую одежду и стала соблазнять подвижника. Тогда святой вышел из кельи, зажег костер и встал босыми ногами на пылающие угли. Он говорил при этом себе, трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь. Как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный тебе дьяволом? Женщина, пораженная этим зрелищем, раскаялась и просила святого наставить ее на путь спасения. По его указанию, она отправилась в Вифлеем, в монастырь святой Павлы, где в строгих подвигах прожила 12 лет до своей блаженной кончины. Имя женщины было Зоя. Исцелившись от ожогов, святой Мартиниан удалился на необитаемый скалистый остров и прожил под открытым небом несколько лет, питаясь пищей, которую ему время от времени привозил один корабельщик, а преподобный плел для него корзины. Однажды во время сильной бури разбился корабль, и к острову, где спасался святой Мартиниан, волны принесли на обломках корабля девицу по имени Фатиния. Святой Мартиниан помог ей выбраться на остров. «Оставайся здесь», – сказал он ей. «Вот хлеб и вода». А через два месяца приедет корабельщик, а сам бросился в море и поплыл. Два дельфина вынесли его на сушу. С тех пор блаженный Мартиниан стал вести жизнь странника. Так продолжалось два года. Однажды, придя в Афины, святой заболел и, чувствуя приближение кончины, вошел в храм, лег на пол, призвал епископа и попросил предать свое тело погребению. Это произошло около 422 года. Блаженная девица Фатиния осталась жить на острове, где и провела в уединении шесть лет, а затем отдала Богу душу. Кончину ее открыл все тот же корабельщик, привозивший ей, как и преподобному Мартиниану, пищу. Он перевез тело блаженной Фатинии в Кесарию Палестинскую, где оно было с честью похоронено епископом и клиром. Память преподобных Зои и Фатинии празднуется в тот же день. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых святителя Серафима Соболева, архиепископа Богучарского, преподобных Зои и Фатинии Светланы, преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского, преподобного Стефана, выночестве Симеона, царя сербского Мироточивого. Празднуется Собор Святых Омской Метрополии, а также священномучеников Василия Триумфова и Гавриила Преображенского, пресвитеров, священномученика Сильвестра, архиепископа Омского, священномучеников Зосимы Трубачева, Николая Добролюбова, Василия Горбачева, Иоанна Покровского, Леонтия Гримальского, Владимира Покровского, Парфения Грузинова, Иоанна Колобухова, Иоанна Косинского, Михаила Попова-Пресвитеров и Евгения Никольского-Диакона, преподобно-мучениц Анны Корнеевой, Веры Морозовой и Ирины, Хвостовой, мученика Павла Соколова. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем те за именинство, благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok